Невероятных количеств людей имело место при прибытии транспорта из различных стран. Франции, Бельгии, Голландии, Греции, Италии, Венгрии, Чехословакии, Германии, Польши, СССР, Норвегии и других. Прибывшие с транспортом должны были проходить перед СС-врачом лагеря или СС-начальником лагеря. Тот показывал пальцем направо или налево. Налево обозначало газовую смерть. Из транспорта 1500 человек в среднем 1200 и 1300 сразу шло в газ. Изредка процент людей, направляемых в лагерь, бывал немного выше. Часто случалось, что врачи СС, Менгера и Тила проводили эту селекцию, насвистывая веселую мелодию. Люди, назначенные газированием, должны были раздеться перед газокамерой. После чего нагайками загоняли их в газокамеры. После этого дверь подвала газокамеры закрывалась, и люди газировались. Смерть наступала приблизительно через 4 минуты. Через 8 минут газокамеру открывали, и рабочие из особой команды, так называемой зондеркоманды, Трупы транспортировали к печам крематориев, которые горели днем и ночью. Во время прибития транспортов из Венгрии печей не хватало, и были устроены огромные рвы для сжигания. В них укладывались костры из дров, которые обливались нефтью. В эти каналы бросали трупы. Но часто СС бросали туда также детей и взрослых живыми, где эти несчастнейшие люди погибали страшной смертью. Жиры и масло, нужные для сжигания, получались отчасти из трупов газированных людей для экономии нефти. Из трупов получали также масло и жиры для технических целей и даже для приготовления мыла. Я обвиняю их в том, что развязывая мировую войну в нарушение основных начал международного права и ими заключенных договоров, они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, в орудие грабежа, насилий и разбоя. Я обвиняю подсудимых в том, что объявив себя представителями ими измышленной расы Господь, они всюду, куда проникала их власть, создавали режим произвола и тирании. Режим, основанный на попирании элементарных основ человечности. Теперь, когда в результате героической борьбы Красной Армии и союзных войск гитлеровская Германия сломлена и подавлена, «Мы не в праве забывать о понесенных жертвах, не в праве оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений. Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народа в будущем, мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счет». «Это счет неоднократно и авторитетно было провозглашено, что нарушения законов и обычаев войны, установленных международными конвенциями, должны влечь за собой уголовную ответственность. В этом отношении прежде всего необходимо отметить, что тягчайшие злодеяния против законов и обычаев войны, совершенные гитлеровцами, убийства, насилия, поджоги и грабежи, являются уголовно наказуемыми деяниями по всем кодексам, мира. Но более того, и в международных конвенциях, заключенных со специальной целью установления законов и правил ведения войны, указана уголовная ответственность за нарушение этих законов и правил». Так, статья 56-я Гаагской конвенции 1907 года устанавливает. Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных, образовательных, художественных и научных, хотя бы и принадлежащих государству, приравнивается к частной собственности. Всякий преднамеренный запад, истребление или повреждение подобных учреждений, исторических памятников, произведений художественных и научных, воспрещаются и должны подлежать преследованию. Таким образом, Гаагская конвенция не только воспрещает нарушение правил ведения войны, в центре государственного аппарата. Когда банда совершает многочисленные и тягчайшие международные преступления, то, конечно, связи и взаимоотношения участников банды осложняются в величайшей мере. Здесь начинает действовать очень разветвленный аппарат, слагающийся из целой системы звеньев и блоков, целленлейтеров, блоклейтеров, гауллейтеров, рехслейтеров и других, тянущихся от министерских кресел к рукам палачей. Это аппарат плотный и мощный, но все же бессильный скрыт основной и решающий факт. В центре всей системы банда заговорщиков, приводящих в движение весь этот и мы созданный механизм. Когда цветущие области превращались в зоны пустыни, и кровью казненных пропитывалась земля, то это было дело их рук, их организации, их подстрекательства, их руководства. И от того, что в эти... Продолжение следует... Продолжение следует...